Среди артемовцев есть те, кто давно планирует приобрести жилье в других муниципалитетах региона, как для своих детей, собирающихся продолжить обучение в вузах, так и для того, чтобы просто вложить свои средства в недвижимость. Распространенная система долевого строительства жилья имеет как свои положительные моменты, так и таит немало рисков. Региональное правительство уделяет особое внимание этой теме. Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев и руководителя рабочей группы Президиума Генсовета Единой России по защите прав вкладчиков и дольщиков Александр Хинштейн провели в Екатеринбурге совещание, на котором обсуждались вопросы защиты прав граждан-дольщиков и пайщиков, вложивших свои средства в строительство жилья. В совещании принял участие председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев, а также члены правительства Свердловской области, руководители органов исполнительной власти региона, главы администрации муниципалитетов, представители правоохранительных и надзорных органов, строительных компаний, а также граждане. Открывая совещание, Евгений Куйвышев напомнил, что накануне была поставлена точка в судьбе еще одного проблемного объекта на улице Рощинской в Екатеринбурге, где новоселами стали свыше 200 человек. И от их лица, и от себя хочу поблагодарить депутата Государственной Думы Российской Федерации, депутата от партии «Единая Россия» Александра Евсеевича Хинштейна за то, что он действительно много выделяет и выделял внимание этому вопросу, за то, что реально помогает российским регионам решать проблемы обманутых дольщиков. И сегодня мы видим и чувствуем на примере Свердловской области его работу. Губернатор подчеркнул, что если в 2010 году на учете правительства области стояло 45 проблемных объектов, то сегодня из их числа осталось только 4. За эти годы более 2,5 тысяч граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, получили жилье. Сейчас у региональных властей есть четкое понимание алгоритма работы по решению проблем обманутых дольщиков. Есть намерение в ближайшее время, во-первых, решить все эти задачи, а во-вторых, свести к минимуму риск возникновения подобных ситуаций в будущем. Александр Хинштейн поблагодарил областные власти, благодаря работе которых уже длительное время регион находится в числе лидеров по решению проблем обманутых дольщиков и жертв мошенничества от двойных продаж жилья. Пути и методы решения уже понятны, и необходимо лишь обеспечить исполнение тех задач и решений, которые были приняты ранее. В том, что так и произойдет, у меня нет ни капли сомнений. Министр строительства и развития инфраструктуры Сергей Бедонько напомнил, что на начало 2015 года на контроле правительства Свердловской области находилось 11 многоквартирных жилых домов, при строительстве которых были нарушены интересы 1134 граждан. За год было завершено строительство четырех проблемных объектов, еще три были исключены из реестра проблемных по иным причинам. Таким образом были решены проблемные вопросы по семи объектам и восстановлены законные права и имущественные интересы 734 человек. В этом году на контроле остаются четыре объекта, все проблемные объекты были рассмотрены на совещании. Наибольшее опасение участников совещания вызвал ПЖСК Бухта Квинс. Строительство домов на берегу озера Шортаж началось в 2008 году. В строительство активно привлекались средства граждан. В 2012 все работы на объекте были остановлены. Переговоры с собственниками проекта на предмет продолжения строительства новым инвесторам не привели к положительному результату. В настоящее время по инициативе пайщиков возбуждено уголовное дело. Министерство получило поручение в течение месяца выработать две различные дорожные карты, по которым мы пойдем. И исходя из этого через месяц представить всю необходимую пошаговую документацию, как мы будем делать. Ну а правоохранительные органы в рамках своих компетенций сами будут принимать соответствующие процессуальные решения. Наша задача сегодня главная решить проблемы пайщиков. Планируется, что строительные работы на всех четырех проблемных объектах, находящихся на контроле областного правительства, будут завершены до конца 2016 года. Также на совещании рассматривались шесть объектов, которые находятся на дополнительном контроле областных властей. В основном это жилые дома, работы на которых ведутся медленными темпами. О ходе работ на них участников совещания проинформировали представители компаний-застройщиков, а также министр строительства. По обращению граждан вне повестки заседания была рассмотрена ситуация с ЖК Западный, в Екатеринбурге. Пайщики этого жилищного кооператива пожаловались губернатору, что годами не могут въехать в свои дома. Сдача объектов ежегодно откладывается, а качество жилья оставляет желать лучшего. Губернатор официально обратился к представителям полиции и прокуратуры Следственного комитета с заявлением проверить деятельность председателя правления ЖСК Западный. В свою очередь Александр Хинштейн предложил взять этот проблемный объект на контроль правительства области и привлечь правоохранительные надзорные органы к решению ситуации. Еще одной темой, рассмотренной на совещании, стала реализация областного закона номер 50 и подготовка изменений в нормативно-правовые акты региона с целью реализации последующих мероприятий по оказанию поддержки гражданам. Сергей Бедонько сообщил, что в настоящее время в реестре дольщиков, ставших жертвами мошенников и не имеющих прав требования на объекты незавершенного строительства, находится 377 человек. По словам министра, в связи с введением в действие в марте-апреле 2015 года новых редакций Земельного и градостроительного кодекса в Российской Федерации, порядок и условия предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам претерпели значительные изменения. Ряд положений, ранее действовавшие редакции областного закона, вступили в противоречие с действующими федеральными нормами, в том числе порядок предоставления земельных участков застройщикам, строящим жилье для обманутых дольщиков. Тем не менее, по мнению министерства, акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникающим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. Министерство продолжает диалог по решению проблем дольщиков из городов, где сложно найти инвесторов, заинтересованных в получении земли в обмен на предоставление жилья для обманутых дольщиков. Сергей Бедонько сообщил, что правительством области совместно с муниципалитетами рассматриваются различные варианты расширения мер оказания поддержки для граждан и внесения изменений в соответствующий областной закон. Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов отметил положительный момент того, что совещание по защите прав дольщиков и пайщиков совпало с визитом в Свердловскую область делегации Совета, которую на Средний Урал пригласил губернатор Евгений Куйлышев. Проблематика совпадает. Конечно, Президентский Совет права человека занимается не только проблемой дольщиков, но и многими другими проблемами. Но проблема дольщиков – это, безусловно, проблема защиты прав человека. О каких правах здесь в первую очередь идет речь? Не только о праве на жилище. Не только о праве на защиту частной собственности, но еще и о праве жить в правовом государстве.